Мы выбираем кого-то на 4 года, старых или новых старых лидеров, с теми же обещаниями или с новыми обещаниями. А потом обнаружим очень быстро, что они нас просто кинули, банально. И мы не можем их тронуть в следующие 4 или 5 лет. Каждый раз мы теряем 4 года. А так Украина уже теряет время, начиная с 1990 года, с 1991 года. 4 года – это целая эпоха в современном мире. Через 4 года, может быть, Илон Маск на Марс свою ракету отправит и посадит там. Через 4 года вообще другие технологии будут, вообще другие отношения, вообще все меняется. Каких, к черту, еще 4 года? Нет времени ждать исправления ошибок 4 года. А что будет, если эти новые лидеры нас тоже кинут? Вот я сейчас с вами разговариваю, я был политиком, я тоже вас могу обманывать. А что, если вообще отказаться от этих новых лидеров или вообще лидеров? А что, если вообще отказаться от идей парламентариев? Или там местных депутатов, городских депутатов, областных депутатов? В принципе, абсолютно большинство из них – воры и жулики, и новые тоже станут ворами и жуликами. Я понимаю, что много людей будет спрашивать, а как это без парламента? Что вот Верховной Рады не будет? Мы же не привыкли так. Если мы хотим сохранить парламент, если вам неудобно без парламента, вот как мы некоторое время терпели лифтеров еще, как мы, например, терпели телефонистов, мы можем сохранить парламент. Но мы же, когда ехали в лифте, смотрим, я тоже могу нажать кнопку. Мы же, когда через телефонистов связывались, а можно было напрямую нажать кнопку, сами начали нажимать кнопку. Вот точно так же. Вы хотите пока сохранить, например, Игоря Кононенко или Нового Кононенко выбрать? Пусть он сидит там. Но одновременно возьмите себе право собирать у них законы или поменять их законы и самим принимать решения. Мы вот сами примем закон про отмену Роттердам плюс. Мы сами примем закон про праведливую медицинскую систему. Это всех нас касается. Мы сами делаем возможным отмену целого ряда бюрократических препятствий. Мы сами снижим себе налоги. Не надо их все время упрашивать, бегать за их обещанием. Мы сами возьмем и это сделаем. В любом случае, если мы пойдем по этому пути, все поменяется. Знаете, политикой не останется Лешко, например. Лешко будет выступать в киевском городском цирке, может быть, с виллой, с коровами. У него будет свое шоу. Когда-то это был знаменитый политик Лешко. Не будет необходимости Лешко. Про разный блат вообще никто не вспомнит. Но по Лешко будут люди иногда скучать. Будут походить в церковь, на него смотреться. На этот раз нам придется, может быть, еще один раз собраться на Майдан. Но я вам обещаю, если мы это протолкнем через Майдан или через новых людей, которые обещают, я, например, подержу любого, который скажет, что я передал власть в руки народу. Если мы это проведем, нам больше никогда не придется собираться на Майдан, сталкиваться с полицией, вступать в сутички, там, не дай бог, перестрелки и так далее. Нам этого не придется делать. Я уже давно политик. Я был на разных должностях. Я руководил страной, областью, много разных других вещей. Делал на уровне исполнителя власти, местной власти, на уровне парламента. Но я также был избирателем. Так же, как каждый из вас. И меня так же, как вас, разводили, обманывали, обещали, а потом кидали. И знаете, каждый раз мы становимся старше. Мы выбираем кого-то на 4 года, старых или новых старых лидеров, с теми же обещаниями или с новыми обещаниями. А потом обнаружим очень быстро, что они нас просто кинули, банально. И мы не можем их тронуть следующие 4 или 5 лет. Очевидный путь, как выйти из этой ситуации, чтобы нас не кинули, искать новых лидеров, новые лица. И каждый раз они там пилборды выставляют. Вот я новое лицо, вот я новый человек. Или я старый, но сейчас у меня новый курс. Но на самом деле, я много про это думал. У меня было много времени думать с Мстердаймом про это, благодаря как раз тем лидерам в Киеве, псевдолидерам. И, а что будет, если эти новые лидеры нас тоже кинут? Вот я сейчас с вами разговариваю, я был политиком. Я тоже вас могу обманывать. Я вас не обманываю только потому, что я так не считаю. Это моя добрая воля. Но я, так же, как все остальные, могу тоже вас обманывать. И знаете, когда есть соблазн заработать миллионы и миллиарды, очень немногие люди это выдерживают. На уровне губернатора, на уровне президента, на уровне министра, на уровне депутата. Не выдерживают. И опять, с большой вероятностью могу сказать, что новые люди, которых вы выберете вот сейчас, опять или идут с намерением вас обмануть, или оказавшись там, поймут, как это легко вас обманывать, и опять будет возьмется за старое. Знаете, как нам говорят, выбрали кого-то на 4-5 лет, идите отдыхайте, не рыпайтесь. Но это то же самое, что, например, компьютер на игре запустить ошибку, тебя убили, и ты 4 года не можешь играть. Или там не сдал на права, и 4 года ты не можешь играть. За 4 года ты уже состаришься, уже хуже видишь, может быть там еще что-то, машина у тебя уже заржавела. 4 года – это целая эпоха в современном мире. Через 4 года, может быть, Илон Маск на Марс свою ракету отправит и посадит там. Через 4 года вообще другие технологии будут, вообще другие отношения, вообще все меняется. Каких, к черту, еще 4 года? Нет времени ждать исправления ошибок в 4 года. Все гораздо более убыстрилось сейчас. И вот я начал думать про это и посмотрел на это с другой стороны. А что, если вообще отказаться от этих новых лидеров или вообще лидеров? А что, если вообще отказаться от идеи парламентариев? Или там местных депутатов, городских депутатов, областных депутатов? В принципе, абсолютное большинство из них – воры и жулики, и новые тоже станут ворами и жуликами. И знаете, вот как я к чему пришел? Я изучаю историю, как обычно, как давно изучаю историю. Я точно знаю, что такое вообще демократия. Раньше люди собирались на одной площади, там, в древней Греции, в славянских государствах, в скандинавских государствах. Собирались и решали все. Казацкая шейч, казаки выбирали себе атаманов, выгоняли гетманов, казнили гетманов, выбирали себе новых, принимали главные решения. И они могли собираться на одной площади. У них достаточно было места и достаточно было пространства, чтобы друг другу посмотреть в глаза и принять решение. Потом они разрослись, их стало не тысячи, а сотни тысяч, потом миллионы. И, естественно, на площади уже не могла их уместить. В результате они начали выбирать своих избранных представителей и доверять им принимать вместо них решения. И вот таким образом появились казаки-гаврилюки, хамутыники, Игорь Кононенко, там много разных других парламентариев разных стран. И вот они от нашего имени, от нашего лица принимают решения, например, в Верховной Раде. Но народ недовольный. Время от времени все равно народ собирается на площади. Все равно они приходят на Майдан. И когда совсем уж не терпешь, когда эти наши так называемые выбранные представители, не только так называемые, наши выбранные представители, давайте посмотрим в главправде в глаза, когда слишком уж нас обманывают, слишком уж уводят нас из терпения, мы опять приходим на Майдан, опять собираемся, сколько нас соберется, вот наберется там полмиллиона человек или миллион в Киеве на Майдан, и опять мы меняем власть или пытаемся менять власть. И так по заколдованному кругу. Поменяем власть, опять проведем выборы, опять выбираем этих Гаврилюков и Кононенко, и Розенталия, Розенплатов, опять выбираем Розенплата, и опять, недовольны Розенплатам, опять возвращаемся на Майдан, опять их качаем, они опять начинают кричать, что они за стабильность, а мы подрываем стабильность, что это все происки врага, и опять как белка в колесе по заколдованному кругу. Как из этого заколдованного круга вырваться? И я думаю, что просто нам надо всем посмотреть в зеркало и посмотреть на себя. Ну чем? Казак, Гаврилюк или Розенплат лучше любого из нас. Они же нашими голосами сами нафиг набят. Нашими голосами, то, что вы делегировали вашими голосами, всех этих, они приняли, вот это дам плюс, через который повысили тарифы для Ахметова, и Ахметов каждый год добавляет своему имуществу по миллиарду, а то и по полтора, и вместе с Порошенко. Они вашими голосами уводят ваши льготы, ваши пыльки, они вашими голосами принимают решения, которые выдавливают миллионы украинцев за пределы страны. Вы это делаете, к сожалению, мы все это делаем нашими руками, потому что мы их делегируем и мы их терпим. А может подумать, что можно как-то обойтись без Гаврилюка, без Каноненко, без Розенплата, без всех этих имен, даже более прогрессивных. Может мы сами с усами, может мы умнее сами, может мы сможем сами справиться. Мы же принимаем решения для себя, для своих детей, для общества, для своего двора, для своей работы. Очень часто эти решения намного умнее, чем то, что Розенплата принимает или Гаврилюк, правильно? Каким образом нам стать, вот то же самое делать в политике, принимать решения в рамках всей страны? И вот тут приходит в мысль в голову, что вообще-то можно отказаться к черту от идеи парламента, от идеи областной рады, от идеи городской власти. И может нам самим взять эту власть в свои руки? Вот давайте думать, мы сейчас, например, пишем пост на Фейсбук. Как вы напишите свой пост? Позвоните Цукербергу и скажите, ты бери и напиши от моего имени пост про мою тещу или про события в стране. Или вы сами возьмете и напишите, правильно? Наверное, сами все-таки. А сегодня что происходит с парламентариями? Они от вашего имени пишут законы. Законы, которые реально касаются вашей жизни, каждодневной деятельности, налогов, которые вы платите, образование ваших детей, здравоохранение, которое вас касается. От вашего имени приняли так называемую фальшивую медицинскую реформу, которая вообще уже доконает и так дышащий и налажен медицинский сектор. И не дай Бог вам попасть в больницу, которую они создали вашими голосами и вашими руками через свой пост, через свою должность в парламенте. Каким образом от этого уйти? Вот они нам предложили полиатив. Вот Порошенко изобрел систему петиции. Сказали, вот на сайт президента вы можете написать петицию, и мы рассмотрим ваше решение. И вот люди, одной из первых петиций было про вольное нарушение краткостольного оружия. Приняли люди петицию, обратились к президенту, 100 тысяч подписей было собрано. И как ответил Порошенко? Он даже не рассмотрел их петицию, он даже не рассмотрел этот законопроект. Он сказал, сейчас это, ребята, вообще не актуально, я даже не буду рассматривать. Ну то, что вы пытались, ходили, 100 тысяч собрали, меня это не интересует, как президента. Меня вы выбрали, вот я вам отказываю. А что если это не будет зависеть от Порошенко, от Тимошенко, от Саакашвили, от Гройсмана и так далее? Что если вы просто возьмете, соберете 100 тысяч подписей, заберете этот законопроект у президента и у парламента, сами его обсудите, сами за него проголосуйте, и сами его примите. Не спрашивая их. А в Швейцарии что-то подобное происходит. Я понимаю, что много людей будет спрашивать, а как это без парламента? Что вот Верховной Рады не будет? Мы же не привыкли так. Знаете, я хочу вам, в основном, вам напомнить, людям старшего поколения, что было время, когда в лифтах одному ездить нельзя было. Вот сейчас каждый заходит, нажимает на кнопку и уедет куда хоть. А раньше стояли женщины или мужчины в ливреях, важным видом, надувая щеки, и ты заходил в лифт, просили их нажать на кнопку, а не нажимать на кнопку и отвозили тебя куда-то. Или еще более недавно были телефонистки. Ты звонил телефонистке, она брала или не брала трубку, она набирала номер твоего респондента, и только после этого ты мог связаться. Или совсем уж недавно, например, фотографов было куча. Фотографы сходили такими большими камерами, накрывались какими-то черной материи, они снимали вас, не только свадьбы, они снимали вас для семейных праздников, они снимали просто для памяти. Мы все одевались с семьей, шли в фотоателе. А сейчас каждый человек, почти каждый человек имеет вот это. И не хуже любого фотографа может снимать. Фотографы сейчас абсолютно такой вымирающий вид, они скоро вообще вымрут, как динозавры. Если мы хотим сохранить парламент, если вам неудобно быть парламентом, вот как мы некоторое время терпели лифтеров еще, как мы, например, терпели телефонистов, мы можем сохранить парламент. Но мы же когда ехали лифте, смотрим, я тоже могу нажать кнопку. Мы же когда через телефонистов связывались, а можно было напрямую нажать кнопку, сами начали нажимать кнопку. Вот точно так же. Вы хотите пока сохранить, например, Игоря Кононенко или нового Кононенко выбрать, пусть он сидит там. Но одновременно возьмите себе право собирать у них законы или поменять их законы и самим принимать решения. И вы увидите, вы так привыкнете принимать сами решения, что через какое-то время мы скажем себе, а какого вообще мы платим им зарплату? А чего они разъезжают на наших лимузинах? Чего они нас вообще по телевизору наставляют? Что я предлагаю? В первую очередь поменять избирательную систему, ввести сюда блокчейн. Блокчейн – это новая система, которая не позволяет фальсифицировать через Ахангдовского, через любого другого, через замену компьютерной программы результаты голосования. И через блокчейн люди будут голосовать, и это невозможно будет поделать. Упразднить вообще институт избирательной комиссии – это абсолютно лишний институт, они получают зарплату из нашего кармана, и они просто занимаются разводом людей. Упразднить, через блокчейн голосовать, технологии позволяют заменить людей на новые технологии. И это намного, намного дешевле. Второе – поменять конституцию страны и дать возможность людям отозвать любой законопроект из любого выбранного органа и самим принять по этому закону решение. Второе – получить право людям любой существующий закон поставить заново на голосование и поменять его так, как люди большинство себя сами решат. И третье – любое должностное лицо, любой орган, если люди соберут достаточное количество подписей, может быть упразднен, распущен, и должностное лицо может быть отозвано и уволено, начиная от президента, заканчивая вашим районным руководителем. И тогда это и есть прямая демократия. Если люди не интересуются, они могут оставить им это пространство, они могут работать, принимать себе какие-то законы, но когда это касается их жизненных интересов, вот люди посмотрели, вот что-то они такое рассматривают, что не ухудшит жизнь. Или они долго не рассматривают то, чего мы хотели, чтобы сильно улучшила нам жизнь. Давайте мы сами примем это решение. Мы же можем просто спокойно сами примем. Вот мы приняли решение, вот мы приняли, мы как общество примем закон про импичмент. не будем ждать, пока Порошенко откликнется на нашу просьбу. Мы примем закон про импичмент любого должностного лица. Мы вот сами примем закон про отмену Роттердам-плюс. Мы сами примем закон про справедливую медицинскую систему. Это всех нас касается. Мы сами делаем возможным отмену целого ряда бюрократических препятствий. Мы сами снижим себе налоги. Не надо их все время упрашивать, бегать за их обещанием. Мы сами возьмем и это сделаем. И более того, мы сделаем это, мы можем допустить ошибки, но мы сами можем, не отходя от кассы, исправлять эти ошибки. Все допускают ошибки, но одно время, когда ты допускаешь ошибку, четыре года ты не можешь это исправить, а другая история, ты через две недели принял другую норму, поняв, что это не работает, или через год, и опять вернулся на исходные позиции, или сделал что-то другое. Мы сами можем, вот как компьютер на игре, ты допустил ошибку, ты можешь исправить, точно так же законы, чем законы, чем они сложнее, чем это. Можно все сделать, если захотеть. как это все сделать? Вот я упоминал про слово блокчейн, и многие скажут, что это новое слово, вот мы пока разберемся, давайте забудем про это слово, мы же не знаем, как работает этот телефон точно, мы же не знаем, как вот фейсбук оперирует точно, кто-то выдумал эту технологию, мы научились этим пользоваться, это очень просто, правильно? А это еще проще то, что я предлагаю, это дешево, и это все просто, те, которые будут вам рассказывать, что бабушки не могут голосовать, они вам врут, это просто люди, которые не хотят вам переуступить свои функции, они просто держатся за свое корыто, и они вам рассказывают, что все это очень сложно, все это очень очень просто, мне часто говорят, люди не разбираются в фейсбуке, блокчейне, есть бабушки, которые просто привыкли ходить на выборы раз в 4 года, иногда за гречку, или часто за гречку, и просто приходить, заходить в кабину и голосовать, так вот, даже бабушка может просто взять свою ID-карту, она же приходит в терминал, она же берет пенсию оттуда, она же умеет эту элементарную процедуру делать, исполнять, правильно? Точно так же она придет в терминал, или даже если она не умеет пользоваться терминалом, она придет на почту, там будут сотрудники, она скажет, вот у меня проблема с тем, что они опять сократили наши льготы, они опять у нас забрали под видом монетизации субсидий то, что я получала каждый месяц, я хочу против этого проголосовать, и не Гройсман будет решать, она придет, даст свою ID-карту, ей укажут, где голосовать, и она пошлет свой голос против отмены этих субсидий, и когда этих голосов наберется большинство, а их обязательно наберется большинство, ни один Гройсман не сможет этого поменять, то есть люди себе берут руки власть и не ожидают того, что через 4 года эти поменяются, или через 5 лет, или некоторые уже десятилетия не меняются, сами скажут, мы сами решают, мы собирали 100 тысяч голосов, собрали законопроект у президента, у парламента, у исполнителя власти, у местных советов, мы сами распределили наш бюджет, наши законы, мы отменяем Роттердам плюс, вот столько демонстраций, ходят они вокруг парламента, была попытка вторжения парламента, люди требуют справедливости, а зачем торгаться парламент, садитесь у своего смартфона или возьмите его в руки, возьмите, сойдите в ваш компьютер, в конце концов придите на терминал своей ID, придите на почту и просто проголосуйте, проголосуйте, скажите, мы отменяем эти тарифы, мы отменяем эту так называемую медицинскую реформу, мы принимаем закон про ношение оружия, мы принимаем закон про то, что Порошенко не сможет себе забрать очередной миллиард, этот миллиард будет распределен среди людей, мы принимаем закон против олигархов и имущества олигархов, и все эти привилегии олигархов будут забраны, и это будет распределяться среди людей, мы принимаем закон, мы принимаем местное решение, например, про новую развилку на проспекте Победы в Киеве, Мы за вот эту развилку, а не за ту, за которую был заплачен или откат, или по знакомству кто-то протокол свою историю. Мы принимаем решение, что прибрежная зона в Одессе не будет застраивать, какие бы деньги не платили членам Одесского горсовета девелоперы. Потому что мы одесситы проголосовали, пришли на терминал, на почту. Мы проголосовали за то, что ни один киоск без нашего разрешения, ни у трапы здоровья, ни нигде вообще, ни в Аркадии, ни нигде около берега не будет поставлен без нашего разрешения. Мы одесситы бы остановили таким образом разрушение дачи Докса. Мы принимаем решение, что нельзя трогать, не то что высотками застраивать центр, нельзя трогать старое здание без нашего решения большинства гаража. И они никогда не будут голосовать за то, что уничтожить историю Одессы. Корсовет будет, потому что для них это просто источник дохода. Горожане хотят, чтобы их дети росли в нормальном городе, истории и пространстве для жизни, правильно? Так что это и есть решение. Прямая народная демократия. Мы забираем право решения жизненно важных вопросов у коррумпированной власти, у любой коррумпированной власти, вообще любой власти. И говорим, мы сами принимаем решения, которые относятся к нашим будущим. Вот так и будем действовать. Вы можете посчитать, что я, например, популист, что я вам лапши на уши вешаю. Считайте себя на здоровье. Я вам не предлагаю за меня голосовать. Я вообще единственный человек сейчас в украинской политике, который не ходит в никакой должности. Я и по закону не могу ее занимать. И я тут, в Гамстердаме, я со стороны наблюдаю. Но я хочу вам предложить не верить в Саакашвили, не верить в Порошенко, не верить в Тимошенко, не верить в Гройсман, не верить в Розенблату. Поверить в себя. В себя поверить. В Украине же есть огромная традиция веры в себя и не веры в государство. Давайте веру в себя превратим в общественную полезную силу. Давайте не просто говорить «моя хата с краю», а говорить, что эта хата, которая на самом деле не с краю, она есть центральная. Через эту хату пропустим все вопросы. Там где-то что-то решает «моя хата с краю». Нет, заберем оттуда и у меня, на моей хате, которая с краю, через это или через ID будем решать свои вопросы. Тут есть люди, которые этому будут противиться. Порошенко будет противиться, любой следующий президент будет противиться, любой премьер-министр будет противиться. Розенблат будет противиться, казак Гаврилюк даже и тот будет недоволен, несмотря на свою простоту. Все будут говорить, там мы ж тут есть, чего вам тут мучиться принимать какие-то решения. Мы за вас примем ваше решение. Мы уже дорешались, мы же довели страну до ручки, правильно? Поэтому давайте делать так. Отставим эти лоббистские группы в сторону и сами заставим принять изменения Конституции. На этот раз нам придется, может быть, еще один раз собраться на Майдан. Но я вам обещаю, если мы это протолкнем через Майдан или через новых людей, которые обещают. Я подержу любого, который скажет, что я передал власть в руки народу. Если мы это проведем, нам больше никогда не придется собираться на Майдан, сталкиваться с полицией, вступать в сутички, там, не дай бог, перестрелки и так далее. Нам этого не придется делать. Мы просто будем, не отходя от своего аппарата или от терминала, или от своей Айди-карты, принимать все важные для себя и для страны решения. Большинство – колоссов. Конечно, всегда есть перекос в пользу популизма. И когда люди могут принимать популистические решения, например, вести смертную казнь, про что людей бы сегодня ввело в смертную казнь. Вот как предохраняться от таких импульсивных решений, чтобы мы совсем уж не сошли с рельса? Ну, мы же приняли фундаментальное решение, что мы идем в Европу. Когда мы поменяем Конституцию, мы скажем, вот это наше право ограничено Европейской конвенции прав человека. Европейская конвенция прав человека не разрешает вводить смертную казнь. То есть даже в этой полной демократии будут наши, введенные же нами же ограничения, чтобы куда-то не туда, в глухой лес не зайти. Но этих ограничений минимум. В любом случае, если мы пойдем по этому пути, все поменяется. Знаете, вот политикой не останется Лешко, например. Лешко будет выступать в киевском городском цирке, может быть, с виллой, там, с коровами. У него будет свое шоу, когда-то это был знаменитый политикой, вот Лешко. Не будет необходимости Лешко. Про разный блат вообще никто не вспомнит. Но Лешко будет люди иногда скучать, будут походить в цирк, на него смотреть. А решения они будут принимать намного умнее, чем Лешко. Лешко пойдет там, а у олигарха что-то возьмет. А люди-то ни у кого не возьмут, они примут эти решения. И всех не купить. Лешко можно купить, так же, как некоторое количество репутатов, а людей не купить. То есть все, что нам нужно, большинство, особенно, мы сможем сделать. И более того, в обществе будет гораздо меньше злости. Знаете, у каждого из нас есть инстинкт расстрелять вот этих всех зажражившихся бюрократов. Просто взять и расстрелять, как китайцы делают. А если их вообще не будет, то против кого направлять эту злость? Давайте от них избавляться. Мы можем все эти агентства, НКР, национальные агентства по регуляции энергетики, разные другие национальные агентства, просто корыто, которые они создали, просто нажатием кнопки за несколько дней отменить. И тогда нам не будет даже необходимости на них сердиться. Мы принимаем решение, поймите. И это все надо бы сделать быстро. Многие будут против. Я как сказал, кто уже будет против. Бюрократия будет против. Депутаты будут против, потому что они останутся без работы. Международный валютный фонд будет против. Потому что сегодня они могут нажать на Порошенко. И помахать ему рукой, сказать, у тебя там что-то нарушение есть, у тебя там нелегальные офшорные счета есть. Если что, мы через американцев, через других посадим, ты лучше прими этот закон. А на народ Украины они же не могут нажать. На Порошенко всегда нажмут. Он корруппированный, он воришка, он знает, что он вор. Он знает, что он уязвимый. Он знает, что его достанут. На него могут нажать. На вас не смогут нажать. Вы принимайте решение из своих убеждений. Не из убеждений какого-то бюрократа, даже Евросоюза, валютного фонда. Путин будет страшно недовольным. Больше всего будет недовольным Путином. Потому что некого подкупать. Ну нельзя же подкупить 40 миллион народ. Олигархи будут недовольны. Потому что 200 депутатов подкупить можно. А как 40 миллионов подкупить? За какие шиши? То есть, с одной стороны, депутаты, Порошенко или любой другой президент. Путин, международная бюрократия. Все будут против. С другой стороны, народ Украины, который, если поймет пользуя этой новой системой для себя, он двумя руками будет за него хвататься, за эту систему хвататься. Поэтому я вам скажу такое. Все новое опробовать. Кстати, мы сейчас в Голландии. Если голландцам рассказать, давайте завтра избавляться от парламента. Голландцы не поймут. Много сот лет здесь работает. Здесь каким-то образом они научились быть более отзывчивыми требованиями людей. Но украинцы поймут. Их политический класс это сборище воров и жуликов. Они поймут, потому что там не за что хвататься. Ностальгии не может быть ни почему. Ничего хорошего мы от них не получили. Поэтому это легче сделать в Украине, чем в Голландии. Эстония частично это уже сделала. Швейцария частично это сделала. В свое время, когда американцы создали республику, Джорджу Вашингтону предлагали стать королем. Он сказал, нет, ребята, я не хочу быть королем, монархом. Я хочу быть главой республики. Через какое-то время я хочу уйти. Все ждут, ну как это так можно? Только царь-батюшка может быть. Вашингтон сказал, нет. И американцы создали свою конституцию. Вот сейчас есть этот момент истории, когда Украина может оказаться впереди всей планеты. Украина, Грузия, новые страны. Они могут создать такое, чего у других нет. Мы не можем просто реформами сейчас продвигаться. Реформы нам дадут рост 2-3-5% плюс год. Нам нужно сейчас прорываться. Нам нужно оказаться впереди планеты всей. Мы так безнадежно отстали. Мы не можем просто обычным терапевтическим методом лечить эту болезнь. Нам надо хирургия, радикальная хирургия. Все вырезать к черту батюшку. Вообще трансплантацию сделать, чего-то другого. И это вот и есть эта новая система. Я предлагаю всем собраться, которым это интересно, в Польше в середине июля на большой конгресс, где мы будем говорить про будущее Украины. Про то, как Украина может стать лучше всех в мире. Развиваться быстрее всех в мире. Как жители Украины, как украинцы могут создать что-то такое, что позволит им быть самой переуспевающей страной в мире. Позволит их детям не уезжать, просто убежать из страны, а гордиться тем, что они живут в стране. И что их страна – пример подражания. Я свято в это верю. Мы будем дальше разрабатывать эти идеи, эту систему. Я призываю людей с открытым мировоззрением, IT-специалистов, но не только айтишников, просто обычных людей, которые верят в будущее, которые хотят полностью поменять то, что есть, которых не устраивает вот эта реальность, присоединиться к нам на этом конгрессе. И мы соберемся в Польше в середине июля. И в ближайшие дни я объявлю о месте сбора и о конкретной дате. И мы все поменяем. Мы сделаем и Украину, и мир лучше. У нас все выйдет. Все это очень просто. И все это очень реально. Я знаю, что скажешь Розеблат, или там Каноненко, или там другой какой-то умник, и тот же Порошенко. Но мы просвещенные политики, у нас опыт. Как можно доверять народу, принимать такие решения? Народ-то темный. Так, ребята, когда вас выбирали, когда ты проходил первый же тур, народ, значит, был мудрый, и потом ты их благодарил с билборда «Тякую за доверие», так? А как только он должен принимать решения, которые ты, который мерзавец, им обещал, не принимаешь, уже пятый год, и он забирает у тебя право принимать эти решения, и он сам принимает это решение, например, по импичменту, например, по новому избирательному закону, так он становится уже темным, да? Тут, ребята, тут есть несоответствие. Если народ достаточно просвещен, чтобы вас выбирать, то уж увольте, дайте ему право, принимайте другие жизненно важные для себя решения, а не говорить ему, все, выбрал, иди отдыхай на 4-5 лет. Все, так больше не получится. Представьте, вот вы бизнесмен, я вот сражался за то, что, например, для миноделов отменить абсолютно дебильный налог, который существовал на малых миноделов, так же, как бюрократическую препятствию для их деятельности. И мне, как губернатору, понадобилось почти два года, чтобы как-то, нажимая на президента, практически шантажируя его, ввести, введя общественную кампанию, добиться частично отмены вот этих регуляций. А вот если вы обычный бизнесмен, какой у вас шанс повлиять на этих наших парламентариев без взятки, без лоббизма и без связи? Практически нулевое. А если не идти этим путем? А если просто взять, пойти, собрать таких миноделов сотни тысяч в Украине, их подписи, доказать обществу, что это полезно для них, и просто взять и отменить? За несколько недель максимум сделать эту кампанию. И новой нормой это позволит сделать. Я объявляю конкурс среди людей на лучший пост, фейсбук-пост или рассказ о том, по какому из теперешних парламентариев или политиков Украины они будут сильно скучать и почему конкретно. Учитывая, что их скоро вообще не будет, политики, учитывая, что вообще необходимость таких политиков отпадет. Вот все равно, если вы будете скучать, то по какому поводу вы будете скучать? Автора лучшего поста я приглашу Польшу, мы оплатим билеты, пребывание, пообщаемся с ней или с ним. И мы будем вместе продолжать работать над теми вопросами. Вот это все. Так что вы будете скучать, мы будем вместе с тем, что это не будет. Продолжение следует...